Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео я расскажу вам про один очень полезный и нужный девайс для каждого мотоциклиста. Ну, если у вас, конечно, мотоцикл не с карданом, тогда вам это не нужно. То есть, речь сегодня пойдет об автосмазчике цепи. Буквально две недели назад я поставил себе новую цепь со звездами, ну и, соответственно, поставил сразу же автосмазчик цепи, который я вам сейчас покажу в действии, как он работает. И вот две недели я уже катаюсь в таком сетапе, скажем так, и хочу поделиться с вами своим мнением на этот счет. Я девайсом остался очень доволен и поэтому могу смело рекомендовать вам его. Давайте я вам сейчас переставлю камеру, заведу мотоцикл, включу. В общем, я вам сейчас все расскажу. Итак, друзья, что же из себя представляет данный автосмазчик? Данный автосмазчик это, в принципе, вот такая незатейливая коробочка, ну не коробочка, а бачок, в который заливается немного трансмиссионного масла. И когда мне нужно подать, скажем, масло на цепь, я просто чуть-чуть поворачиваю вот этот бачок на четверть оборота. Это дает мне приблизительно подачу масла на три минуты, что, в принципе, мне хватает. Далее трансмиссионное масло попадает вот через этот шланчик, непосредственно капает на саму цепь и тем самым смазывает непосредственно цепь и звезду. Теперь давайте перейдем от слов к делу и заведем мотоцикл. Я вам сейчас покажу это все буквально наглядно, как это делается. Так, передача у нас сейчас стоит нейтральная, заводим мотоцикл. Поехали! Теперь я делаю буквально четверть оборота по часовой стрелке. Таким образом создается давление в бачке и масло по шланчику идет теперь вниз. То есть сейчас вы можете наблюдать, как масло капает на цепь. Но я думаю, все же надо будет включить сейчас первую передачу, чтобы эти капли размазывались по всей цепи. Так, включаем первую передачу. И поехали! То есть таким образом будет это капать где-то 3 минуты, если повернуть бачок на четверть оборота. То есть, как вы можете видеть, вот эта вся сопля, она отлично размазывается по цепи, по звезде. Теперь что касается, скажем так. Так, сейчас я заглушу немножко. Что касается равномерности распределения по звезде. Скажем так, вы можете представить, да, что мотоцикл едет, немножко наклоняется, то влево, то вправо. Соответственно, каждая капелька, она падает не именно всегда в одну точку, а то, допустим, на левый сальник, вот допустим, где-нибудь вот сюда. То, допустим, если вы вправо наклоняете мотоцикл, то, соответственно, на правую сторону. Таким образом обеспечивается равномерная смазка цепи. Ну ладно, надо опять завести мотоцикл, чтобы тут не накапало лужа масла. Пусть она промажется ее, промажет ее. Ну что, друзья, чтобы подвести итог, еще раз хочу сказать, что этой штукой я пользуюсь уже буквально две недели. Как вы могли заметить, цепь чистая. То есть, я ни разу и никаким другим средством ее за это время не смазывал и не мыл. Причем езжу я эти две недели регулярно, почти каждый день на работу. Туда-обратно получается 60 километров. Скажем так, как я использую данный девайс. Я выезжаю, допустим, на работу, поворачиваю на четверть оборота и еду спокойно на работу. После, вечером, когда еду домой с работы, повторяю ту же самую процедуру. То есть, в этом вот тут я бы, скажем, экономить масло вообще не стал. Потому что расход минимальный. Вам одной бутылки трансмиссионного масла может хватить, наверное, на вечность. Никогда, наверное, не используйте. Скорее, мотоцикл поменяйте, чем это масло израсходуйте.